Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Хочу вам показать сегодня в этом видео все мои раскрашенные иллюстрации в раскрасках Анны Карлосон. Но кроме этих двух книг, потому что у меня есть полностью обзор, они у меня закончены. Я сейчас могу так быстренько их пролистать. Если вы хотите полностью посмотреть, что у меня в итоге получилось более детально, то переходите, потому что видео получится слишком большое, если я буду еще раз показывать. Вот такие у меня две заполненные книги. Хочется мне еще добавить третью в законченные раскраски от Анны Карлосон. И надеюсь, у меня это получится. Но у меня есть еще вот такая стопочка, поэтому здесь у меня немножко поднакопилась иллюстрация. Надеюсь, вам будет тоже интересно. Давайте будем идти по порядку. В общем, это вторая у меня книга Ханна Карлосон. То есть первая «Дневные грезы», потом «Сон в летнюю ночь» и «Рассветный час». Вот «Дневные грезы» и «Рассветный час» у меня закончены. И хочется начать раскрашивать, заканчивать вот эту. Хотя у меня на заканчивании была другая иллюстрация. В общем, да, вот эти вот грибочки у меня раскрашены. Вот это. Это у меня раскрашено карандашами «PRISMA COLOR PREMIER», насколько я помню. Я тогда только училась ими раскрашивать. Вот. У меня не так много, на самом деле, иллюстраций. Здесь у меня какими-то самыми дешевыми карандашами раскрашено. Здесь карандаши «PRISMA COLOR PREMIER». Это, наверное, моя любимая иллюстрация в этой книге. Вот. Это я посмотрела на Pinterest фон, какой красивый сделать. И вот нашла там вот в таких вот красках была. Вот. И решила что-то типа такого повторить. Вот. Вот. Тоже у меня раскрашено «PRISMA COLOR PREMIER». Здесь у меня тут даже что-то блестит. Фон, сами понимаете. То есть я что-то буду комментировать, что-то не буду комментировать. Потому что иначе видео будет очень-очень долгое. Это у меня последняя раскрашена иллюстрация в этой раскраске. Я показывала раскрашенную за ноябрь. Вот. Так, здесь у меня. Так. Вот здесь такие вот цветочки. Раскрашена «Кохинорманда лузами» очень тоже давно. Раскрашивала «PRISMA COLOR PREMIER». Фон у меня «Сухая пастель». Вот это у меня начатое. Видите, буду заканчивать. Я тут раскрашивала карандашами «Неони», но ими я докрашивать не буду. Буду использовать другие карандаши. Потому что от «Неони» у меня очень-очень болит рука. Так, вот. Раскрашивала здесь «Брутфунерами», когда они у меня еще были. И здесь у меня птичка раскрашена этой, господи, водорастворимыми мелками от Royal Talents. И фон у меня тоже этими мелками. Это когда у меня еще был творческий кризис. В общем, я как-то вот не знаю. Конечно, старалась, но мне не нравится. Потому что у меня вообще как-то не шло это дело. Вот. Но как получилось, так получилось. Вот это мне нравится иллюстрация. Я назвала ее «Царевна лягушка». Ну вот. Это когда она увидела, что ее шкурку выкинули в огонь. Ну, я надеюсь, все сказку смотрели. Я никому не проспойлерила. Вот. Так что. Такая вот грустная девушка у меня получилась. Так. И... А, нет. Вот еще вот такой вот ключик. Я, правда, не помню вообще, показывала этот ключик. Не показывала. Ну, в общем, вот такой у меня ключик есть. Жалко, что очень мало иллюстраций у меня здесь. Но ничего страшного. Надеюсь, дальше буду заполнять. Насколько я помню, следующий у нее появилась волшебная шкатулка. Вроде бы. Или тотемные животные. В общем, не помню. Но здесь у меня тоже не так уж и много раскрашено. Вот этот ключ мне понравился. Я не помню. То ли на марафон какой-то я его красила. То ли просто так. Так, мне понравился, как мне тут фон получился с такими вот разводами акварельными. Здесь у меня... Так. Да, здесь у меня акварель Белые ночи. Если бы была детская акварель, то она сзади бы не протекла. А так вот. И раскрашивала здесь карандашами. Не помню, какими. Было очень давно. Так. Вот такой вот у меня одуван. Я вот так называю. Одуванчик. И фон такой мраморный. Раскрашивала я, в общем, губкой. Этот фон делала. Так, следующая вот такая-то иллюстрация. Здесь у меня калорийно, что ли, карандаши. Я уже не помню. Помню только то, что у меня очень как устала рука. И я решила всё доделать акварелью. Вот. Тут очень устала я просто вообще детскими карандашами твёрдыми красить. Это ужас ужасный. Так. Вообще, это мне раскраска не совсем любимая. Но тут посмотрю, у меня такие достаточно неплохие иллюстрации раскрашены. Вот этот, я помню, раскрашивала кольцо на марафон Ольге Ране. Найди, раскрасть. Вроде бы было или как раньше называлось. Я не помню. В общем, вот это вот кольцо раскрашивала карандашами призмаколоры премьер. И мне понравилось, как получилось. Потому что я очень старалась. Вот. Наверное, видно в иллюстрации, где я очень старалась, а где я не очень старалась. Вот эти жучки тоже такие вот радужные. Раскрашен каждый цвет. Точнее, каждый жук в своём цвете. Вот. Такие монохромные, так сказать. Не знаю, вот там поближе, чтобы рассмотрели вы. А то показываю так сумбурно. И фон мне здесь очень нравится, как получился. Прям он сюда очень подошёл. Так. Так. Дальше. Вот такие вот муравьи. Помню, тоже очень устала рука, когда раскрашивала вот эти цветы. Я уже думала, когда я уже их закончу. Поэтому я муравьёв раскрасила акварелью. И фон я тут раскрашивала акварелью. Вот. То есть я думала, получится там шедевр у меня. А в итоге у меня всё перегорело. И побыстрее бы закончить картинку. У меня такое бывает, но редко. Вот эта девушка мне очень нравилась. И нравится до сих пор. Раньше было модно, в общем, рисовать в таком вот облике. Одна сторона вот какая-то вот лица фиолетовая, другая сторона розовая. Где розовое лицо, там фиолетовые и синие волосы. И наоборот. Ну, в общем, задумку вы поняли. Мне понравилось, как у меня всё получилось. Я хотела бы снова повторить вот в таком вот стиле, раскрасить. Да, и раскрашивала карандашами призмакалор премьер. Потому что только ими у меня получаются такие вот нежные, плавные переходы. Так. Вот это дерево у меня не получилось. Фон у меня тут ужасный. Хотела сделать очень красиво, но как получилось. Вот. Раскрашивала тоже призмакалор премьер. Так. Всё в этой раскраске у меня. Единственная зарубежная у меня раскраска это тотемные животные от Ханны Карлсон. Здесь у меня тоже не так много заполнено. Здесь я тестировала карандаши. Не знала, какими мне взять для большого разворота. Когда дойдём до него, я вам покажу. И, в общем, я выбрала неони карандаши. И, в общем, пожалела об этом, так сказать. Потому что неони на гладкой бумаге ведут себя просто отвратительно. Вот тут я тестировала вообще, как ведёт себя акварель на более такой классной бумаге. И я тут прям... Ну, в общем, видите, неровности у меня фона. Потому что я училась делать вот эти вот переходы, которые вот девочки делают. И мне сначала казалось, что у меня всё получилось. Но потом, спустя некоторое время, я смотрю, как-то больно аляписто всё вышло. Но я училась, что сказать. Поэтому вот так вот у меня вышло. Здесь у меня карандаши Prismacolor Premier и акварель Белые ночи. И добавляла тут немножко белую гелевую ручку. Вот так вот. Так, вот этот разворот мне больше нравится. Вот тут у меня самый главный такой вот краб с золотистой гелевой ручкой. Вот так вот немножко блестит. Вот. Ну и вот эту девушку у меня уже так вот. Какая-то цыганка. Ну, вроде бы тоже ничего так смотрится. Так. Дальше у меня... Так. Вот такой вот разворотик. Как-то вроде бы хотела что-то интересное сделать. Но в итоге как-то не очень получилось. Вот. Но в целом мне нравится, как вышло. Так. Следующее. Вот такой вот разворот. Так. Ну, здесь у меня, видите, и акварель, и акварельные карандаши. Либо просто акварель. Вроде бы просто, просто акварелью тут красила. Вот. Так, дальше. Вот полностью акварелью у меня тут тоже раскрашено. Мне не нравится, как у меня получилось, потому что слишком как-то пятнисто все. Вот. Я бы, если вот... Если бы я сейчас раскрашивала, то я бы это дело сделала немножко по-другому. Потому что я... В общем, прошла курс по акварелию, то вот фэшн иллюстрации я там уже более поняла, как правильно себя нужно вести с акварелью. Вот. Поэтому сейчас у меня как-то побольше знаний с этим. И вот как раз вот выбирала карандаши. Вот. Как раз вот для вот этой иллюстрации. И у меня тут очень отвалилась рука. Вот. Но надо было доделать. Вот. Вот тут я уже вообще не парилась, особенно с волосами. Но, в принципе, смотрится ничего, так оригинальненько. Как вы видите, у меня вот моя любимая палитра. Вот этот вот синий, какие-то салатовые. Вот. Так вот сделала. Тоже решила сделать оригинально. Ну, как-то вот. И такой прям ёжик сделала. Прям девушка панк. Вот. Ну, а этот гепард, леопард уже... Так. Постольку, поскольку. Так. И вроде бы... Так. Ну, вот такой вот у меня есть. Не разворот, а просто девушка. Тоже мне не особо нравится. Получилось как-то так себе. Хотела... Просто у меня в голове было одно. И, к сожалению, не получилось так сделать. И, в общем, вот так вот у меня вышло. Это у меня, к сожалению, недоделка. Здесь начинала карандашами неони. Вот. И чувствует в моё сердце, что я буду докрашивать, но уже другими карандашами. Вот. Либо призму возьму, либо артексы. Вот. Потому что неони – это ужас какой-то. Хотя сначала я думала, что они тут классно себя ведут, классно ложатся. Но уже спустя сравнение с другими карандашами я поняла, что неони для меня очень твёрдые карандаши, которые нормально не умеют наслаиваться на бумагу. Ну и вот, собственно, так тут карандаши у меня Кахинор Манделуз размытием. Я тут смотрела, как они себя тут ведут. И мне понравилось. Вот у Манделуза тут, в принципе, ложатся замечательно. Остались у меня последние три книги. Больше я из Ханны Карлсон «Зарубежного» ничего не покупала. Хотя, я знаю, там уже есть две книги. Одна из них мне нравится «С океаном», но она слишком много стоит. Поэтому я как-то, знаете, пока перебьюсь, наверное. Ну, давайте я вам начну показывать. Так, нет, давайте по порядку пойду. Здесь у меня раскрашены единственные иллюстрации, потому что мне эта раскраска не очень нравится. А, нет, две, значит две. Сначала, когда я получила, мне она нравилась, а потом поняла, что всё-таки не моё. Хотя все эту раскраску хвалят из-за бумаги, что тут не протекает акварель. Вот, вот так вот у меня получилось. И всё, больше, к сожалению, тут ничего я не красила. Вот, не знаю, почему вообще не моя тема, но в коллекции я эту держу. Тем более, ну, как я могу выкинуть? Тут у меня, видите, автограф моей златы, когда она ещё котёночком была. Поэтому нет. Она будет в моей коллекции. Я не помню, какая раскраска вышла, а потом, какая позже. В общем, давайте вам с магического дома буду показывать. Тут тоже не так много у меня иллюстраций. Тут у меня тоже какие-то карандаши, я не помню, самые дешёвые. Вот. Так, вот, тут у меня акварельные карандаши Кахинор Монделус с размытием. Вот это у меня вообще не получилось. То есть я тут начала раскрашивать цветы. Вдохновение было, было, было. Потом что-то пошло не так. И, в общем, как получилось, так получилось. Вот это у меня раскрашено. В ноябре было. Так, надо стикер убрать. Дальше у меня тут что есть. Ага, вот такой вот ключик. Я не помню, опять показывала его или нет. Но в Ханне ключи почти все одинаковые. Ну, в таком стиле. Вот такая вот у меня девушка. И последняя картинка. Вот такой вот котик, который сидит и куда-то смотрит. Так. Здесь мне картинки больше нравятся, как я раскрасила. Хотя мне тут их тоже не так уж и много. Вот. Вот такая вот у меня летняя иллюстрация. Это феи, как будто бы в каком-то тумане. Мне эта картинка как-то вроде бы и нравится. Но, с другой стороны, как-то не очень нравится. Вот, но... Как-то у меня, в общем, туман не получился. Я его не знала, как изобразить правильно. Ну, как вышло. Так. Сейчас посмотрю. Все тут, мне ничего нету. Так. Вот такой вот у меня здесь разворотик вышел. Так. Вот эта девушка раскрашена полностью акварельными красками. И вот эта вот картинка раскрашена неони карандашами. Здесь они мне почему-то прям понравились, как легли. Очень получилось ярко. Вот. Немножко тут добавляла белые гелевые ручки и какие-то блестки. Я не поняла. А, наверное, вот отсюда. Отсюда блестки, да. Понятненько. Ну, в общем, мне нравится, как это получилась картинка. Прям вообще. Я в восторге. Так. Вот тут такой вот фон осенний. С осенними листиками. Вот. И добавляла белые гелевые ручки. Кстати, а карандаши у меня тут детские гамма. Вроде бы тоже рука чуть не отвалилась. Так. Предпоследняя моя картинка в этой раскраске. Вот эта девушка. Тоже я вам ее показывала в ноябре. Мне понравилось, как она вышла. Я тут прям старалась. Очень раскрашивала карандашами гамма, которые мультики. Вот. Вроде бы и нормально, но мне не понравилось ими раскрашивать. И последняя тут у меня картинка. Это вот такой вот персонаж. Здесь у меня и акварельные краски, и карандаши, и сухая пастель. И даже линер у меня тут есть. Вот. Так что вот такие вот у меня раскрашенные иллюстрации в этих раскрасках. Спасибо большое, что посмотрели. Возможно, кому-то какие-то иллюстрации приглянулись. Вот. Ну, еще раз спасибо большое за просмотр. Всем пока-пока.